Всем привет! Я тут на фоне нового ковра в этой комнате. Нравится мне, что здесь получается. Правда, за мной красиво, а передо мной еще не очень. Буду дальше делать. У нас сейчас стоит погода такая классная. На той неделе был снег. Я вам снимала. Прям зима-зима была. Мне очень нравится такая погода. Мы целый выходной провели на улице. Чистили дорожки и так далее. Но еще не все я успела доделать. Я подготавливала растения к укрытию. Делали какие-то домики для посаженных растений. И в этом... У нас сейчас будет длинный выходной. Я продолжу. Надо еще листву собрать. Вряд ли мы уже, конечно, будем докашивать. Кусочек у нас остался. Что-то обрежу. И дальше я вам буду показывать. Так что всем приятного просмотра. Посмотрите, какой шикарный коврик я заказала на Валберис. У меня получилось вот так вот. Здесь пледы, которые накрываем жорикой. Это я с терраски принесла, чтобы ничего не замерзло. В общем, все как есть. Даже ничего не убирали. Ребенок чипсы тут ел. Вот такой вот коврик. Это пледы, подушечки с Валберис. Это вот я сама делала панно. Это я все завязалась на оранжевых диванах, которые мне не нравились. И в чем фишка? Посмотрите, это коврик двухсторонний. И если, например, светлый коврик слишком, например, будет марки. Ну, у нас просто эта комната, она гостевая. И тут иногда ребенок сидит. А так в основном все сидят в гостиной. То есть белый, в принципе, не должен быть сильно марки. Но если вдруг хочется что-то поярче, или бы сменить интерьер, можно сделать его, повернуть коврик к другой стороне. Вот, мы только-только его принесли, развернули. Вот он еще у меня раскладывается. Так что я довольна. У нас за окном снег. Муж купил на Валберис вот такую вот гирляндочку. 25 метров, очень хорошее качество. Сейчас попробуют на парковке повесить. Будет у нас красиво. А за окном у нас вот такая вот зима. Ну что, у нас временно зима началась. Правда, обещают на следующих выходных уже... Ну, опять на неделе все растает. Но сейчас очень красиво, мне нравится. Я очень рада, что я успела эту траву посречь. У меня ничего не укрыто, кроме крупнолистной гортензии. Вот рододендрон стоит. Здесь мы ставим каркас. Но так как муж хочет сюда тоже повесить новую гирлянду, здесь, когда будет каркас, неудобно будет ставить лестницу. Поэтому пока он потерпит. Вот. Что касается туй. Вот таких больших... То есть большие туй и ёлку я не связываю. И вот эту вот. А вот, которые тучки поменьше, даже вот эту туйку я буду связывать. Потому что она... Ну, вот её будет разваливать от снега. Весной уже будем стричь вот эти ёлочки, которые у меня на вырост забор будут прикрывать. Я их тоже ничего не стригу. Хотя, может быть, и надо. Они будут пышнее. В общем, их я тоже не трогаю. А сосны вот эти не трогаю. Единственное, что... У меня маленькие... Сейчас пройдём. Так красивые, не могу. Мне очень нравятся. Смотрите. Прудик уже замёрз. Почти. Так. Что мы делаем? У меня вот здесь, вот видите, вот туйка, вот туйка. И этих я буду связывать. И у меня ещё раз самшит, и два самшит. Они здесь на ярком солнце. И я обычно их связываю и прикрываю. Сейчас я делать этого не буду, потому что... Ну, у нас ещё растает. Я туда подойду. Вот у меня раз розочка маленькая. В этом году на Ницовой Ла Ферри. Вот жёлтая. Два. Возможно, я поставлю какой-то каркас. Не знаю. Я особо их не укрываю. Не заморачиваюсь с ними. Они, в общем, под землю уходят. А с большой розой ещё рано укрывать. Вот она у меня лежит. И ждёт своего участка, когда я укрою. Вот эта туйка тоже новая. Её надо будет связать. Хотя она достаточно плотная, но лучше связать. И вот. Вот этот вот можжевельник. У меня достаточно часто тут горит. Но он у меня, знаете как? Он у меня сидел в другом месте. Я его пересадила. Вот он уже третью зиму будет зимовать. Первые две он весной у меня горел. Я его обязательно свяжу. Потому что он очень раскидистый. Его ломает. Вот эту туйку не будет связывать. Она, видите, одна. Одним стволом с ней ничего не будет. Это, кстати, туйка с сеяниц. Я её из-под туй вытащила и посадила. В общем, и вот эту вот Иву-Нану. Она у меня тоже, видите, молоденькая. Я тоже боюсь, что она поломается. Я её свяжу. Вот. А всё остальное не будем... Но Луций! Вот вырос пёся. А, и вот эти вот туйки тоже я их связываю. Наконец-таки они у меня перестали гореть. Тоже первый год после пересадки. Тут горели, потому что тут солнце яркое. Сейчас вроде бы нормальное по весне. Вот. Так что дуб у меня облетел. Не успела я собрать листья. Я надеюсь, что в следующие выходные, если мы приедем, будет всё нормально. И что я смогу собрать дубовые листья для укрытия гортензии. Всё-таки. Ну, сейчас под снегом нет смысла. А вот этот дуб ещё стоит в листве. А, вот эту вот я не убрала. Она... Фонарик на зиму мы убираем. Не знаю. Может быть, он и выдерживает такие температуры, и снег. Ну, не рискую. Сейчас надо будет его убрать. Здесь я ничего не связываю. Тут туйку тоже уже не связана. Она уже большая. И вот у меня теплица. Я вчера начала кидать сюда снег. Ну, пока. Сейчас дорожка маленькая. Вот хватило у нас, видите, на раз-два грядки. Здесь не хватило. Вот. И я... Обычно она у меня стоит открытая. Сейчас надо будет открыть. И снег сюда накидываю. То есть она пропитывается хорошо. Промерзает. Ну, мне нравится эффект. Сейчас надо попробовать её открыть. Так что вот. Муж у меня крепит гирлянду. Вот сейчас она горит, но не видно. Потому что светло. Вот у нас идёт на крышу так. Так. И с той стороны до конца не хватит. Но, по крайней мере, с этой стороны будет видно. Вот. Все на улице, все довольны. Все носятся. Ребёнок, собака. Да? Вот. От прудика у нас осталось. Ой, от прудика. Господи, от бассейна. Вот эта вот подложка. Луция, не трогай. Кирпичи. Ну, вот уже и в прудик зашёл. Вот. Так что это у нас останется. Так и будет зимовать. Я убрала вот эту штуку. Ну, фонарик. И что-то надо делать дальше. Что-то хожу, хожу. Не знаю. Ну, вот не имётся собаке. Нет. Прутик уже весь замёрзший. Вот здесь. Что ты тут копаешь? Ну? Камушки пытается достать. Луци! Ну, ты же её порвёшь! Ну, в общем, вся плёнка уже всё. Поэтому вода уходит. Он льдиночки собирает. Вкусная льдинка. А я переворачиваю бочки. Будем откатывать их. Вот сейчас она сольётся до конца. И уберём их. И вот у меня ещё такое укрытие. Не экологичное. Но шины мы как-то переобували. В них я ничего не сажаю. Только использую зимой. То есть, получается, рододендрон. Он... Я сейчас две или три шины положу. Это будет, во-первых, прикрывать от солнца. Во-вторых, как бы каркас держать от снега. Потому что, ну, я его не укрываю. Не утепляю никак. Вот. Поэтому... И он нормально зимует. Ему хватает. Иногда я ставлю сверху палочки, чтобы прям совсем снегом не закидывало. Ну, то есть, больше это притянение. И каркас, чтобы не поломало ветки. Вот для таких малышей. Ну, вот. Вторичная переработка. А, получается, шина защищает от яркого солнца, от ветра. И, в принципе, чтобы разломало снегом. То есть, снежок сюда будет падать. Будет его укрывать. Но его не переломать сильно. Вот. Это у меня вот такой повыше. Сейчас я вам покажу, который у меня пониже. Там достаточно было двух шин. Так. Муж у меня. Теперь вешает другую гирлянду. Она идет вот сюда. Максим, а ты эту гирлянду где-то покупал? Какую? Вот эту. Вот черную, которую ты сейчас вешаешь. А? Ну, вот это вот. Просто черная. И там... Просто фонарики. Она у нас по всему... Да, по всему периметру идет дома, с этой стороны. Вот. А вот у меня рододендрон другой. То есть, он пониже. Вот. Ему достаточно двух колес. Но здесь я, скорее всего, что-нибудь сверху положу. Потому что солнце здесь будет попадать. Он может погореть. Вот. С розами. Вот у меня ферри. Здесь заросли. Естественно, ничего не выдернуло. А с розами буду заниматься уже в следующий раз. Когда снег сойдет, пока у меня так остается. И сейчас Максим здесь проделает. И поставим каркас для рододендрона. Вот этого большого. Потому что тут... Ну, и я не подумала, когда сажала. Он был маленький. И туйка была маленькая. В общем, здесь с крыши сходит снег. Переламывает все. Поэтому тут больше защита от... Ну, во-первых, от яркого весеннего солнца. И вот... Разлома снега. Ну, вот. И вот эту вот я укрою конику. Она у меня здесь всегда горит. Поэтому ее надо тоже укрыть. Притянить. Каркас делать и притянить. Кто там, Луций? Вот что ты брешешь, Луций? Жор, скажи, тебе мешает, да? Ну, куда ты лезешь? Ну, вот. Красиво смотрится. Это вот такие... Как бы веселечки. А по периметру дома просто огонечки. Сейчас покажу. А вот с этой стороны вот так смотрится. Вот здесь у нас мангальная зона. У нас на парковке включается свет. Все видно. Просто я хочу при таком свете снять. А это вот такие маленькие огонечки. Они подсвечивают дом. Вот видно, что по всему периметру... Ну, на терраске не так сильно видно, потому что там свет горит. Вот. И вот эти вот у нас еще одна... Ну, тут две гирлянды вот эти лампочки. Одна работает, другая нет. Надо с ними тоже разобраться. Но мне, кажется, не хватает здесь на терраске тоже вот этих весюлек. Мы закажем поменьше. Вот такие опоры. У меня муж сделал. Пока не укрываю. Наверное, в следующие выходные. Просто у нас будет уже тепло. Плюс 10 на неделе. В общем, в следующие выходные накрою. Притяню. Вот. Все опять припорошила снежочком. Все. Сад уже готов к зиме. Поехали мы домой. Ну, красиво. Мне нравится. Особенно елочка такая симпатичная. Вот. И здесь вот место удачно получилось. Костровое такое. Вот. Немножко сюда залетает, конечно, снег. Но не так сильно. Так, если захочется что-то приготовить, можно под крышей это сделать. Все. Поехали мы. Ну что, весь снег у нас растаял. Остался маленький пятачок. Ну что. Максим снял. Вот здесь вот у нас была гирлянда. Из двух частей состояла шарики. Одна перегорела, сломалась. Еще мы ее сняли. Максим вешает рабочую часть на вагончик. Я вот здесь вот пропалываю, обрезаю. Вот возле камней то, что не смогли прокосить. Пропалываю. Вот эту часть началась самого сложного. Аленка помогает собирать листву. Вот так, что мы все в работах. Называется «Удивительная рядом». Вот сейчас убирала вот здесь большую косту. И обнаружила маленькую елочку. Мы тут когда-то шишки закапывали. Представляете, вылезла. Ее не было видно. Весной пересадим. Но у нас вдоль забора, перед участком, елочки. Я хочу потом их формировать. Вот. Забавно так. Вот что значит мужчина. Я, значит, по старинке граблями. А он взял. Я забыла, что у нас есть этот пылесос. И все выдувает. Так удобнее гораздо. Я граблями. Максим пылесосом. Ну что, у нас уже там дождик во всем начался. Я заканчиваю вот здесь вот собирать. И все. Уже темнеет. Я покажу. У нас тут и на вагончике. И вот так вот. То есть здесь вот. Гирлянда. Сейчас я с этой стороны. Покажу. Вот. И вот тут. Сейчас еще с той стороны прудика. В общем, я сегодня очень много всего сделала. Так, конечно, не видно. Ну, травы много обрезала, собрала. Вот здесь у меня даже хоть что-то стало видно. Здесь заросли были. Ну, вот так вот. Я еще попозже выйду. Покажу. Чтоб было видно. Вот. Красиво смотрится. Ладно, сейчас закончу, да пойду домой уже. Ну вот. Еще потемнело. Я снимаю вам. Все, уже конкретно дождь пошел. Побегу я домой. Вот, девочки, к вопросу о малоуходном саде. Я мало того, что работаю в будни, еще и получается работа на выходные, конец года. Поэтому, извините, на саду много времени физически даже не получается выделять. А, вот как тут можно сидеть и работать? Луций. Он просто меня... Луций! Иди гуляй. Кто гулять пойдет? Так, Маша там пошла. Гуляй, иди. Вот так. Прудик оттаял, можно и попить. Эта собака неисправима. У нас сегодня очень сильный ветер, поэтому вряд ли я буду сегодня обрабатывать. Вчера я не успела. Опять налетело столько листвы, вот я уже насобирала еще эту тачку. Мне кажется, это бесполезно. Сейчас так и будет нон-стопом, но я в самые такие большие кучи пособираю и все. Чтобы потом... Ну, вот они в прудик тут летят. Луций! Луций! Вылези! Кто там? А-а-а! Тут папа-то его испугался! Как послушный мальчик сразу. После такого активного дня, я еще и работала, в общем, меня ванна с солью.